МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Веселое развлечение или угроза здоровью? Казахстанцы бьют тревогу из-за уличных батутов, за качеством и состоянием которых не следят должным образом. Молодежная практика как уникальная возможность для старта карьеры. В Караганде с начала года около 10 тысяч человек получили содействие в трудоустройстве. Карагандинские юниоры стали чемпионами областной спартакиады, посвященной памяти Балапана Абенова. Турнир по мини-футболу собрал 17 команд со всего региона. Веселое развлечение или угроза жизни? Казахстанцы бьют тревогу из-за уличных батутов, за качеством и состоянием которых не следят должным образом. Очередной инцидент произошел в Жаркенте. Маленькая девочка провалилась в батут, едва не задохнулась. В летний период город заполоняют уличные батуты. Об опасности любимого всеми детьми развлечения стали задумываться после нескольких трагичных случаев. Весной в Астане сильный ветер сорвал батут с детьми, в результате чего многие из них пострадали. А в Астрахани из-за сорванного ветром батута маленькая девочка получила серьезные травмы и впала в кому. Очередной инцидент произошел в Жаркенте. Девочка провалилась в батут и на протяжении некоторого времени находилась внутри. Это вызвало панику у родителей и пользователей интернета. Некоторые предположили, что теперь у девочки может развиться клаустрофобия. Константин Дильман, который занимается батутным бизнесом три года, считает, что люди преувеличивают. Мол, инцидент психологической травмой грозить ребенку не может. А чтобы подобное не повторялось, необходимо следить за состоянием батута. Ну, то, что ребенок провалился в батут, тут ничего естественного нет, он никуда не делся. Там воздух внутри батута, это просто кислород, который подается ежеминутно, ежесекундно. Так же с компрессором, с улицы. Он не горячий? Нет, конечно, не горячий. Он вот как и на улице, такой он там и внутри. Соответственно, то, что там сейчас пишут комментарии, что там ребенок задохнулся или получил какой-то ожоги, это все выдумки, соответствует действительности. Ну, когда штормовое предупреждение или сильный ветер, рекомендую не надувать просто батут. И каждый день следить за его состоянием. Если образовываются какие-то там трещины, то заклеивать или зашивать, или запаивать. Есть специальный материал, который заклеивают. Зачастую батуты закрепляют неправильно. Они следят и за состоянием материала. А главное, все надувные батуты, кроме тех, что в Центральном парке и парке Майкудука, установлены нелегально. Данная проблема носит систематический характер. Призывать этих предпринимателей к ответственности должны сотрудники местной полицейской службы. Однако стоит помнить, что ответственность за здоровье и благополучие ребенка должны нести в первую очередь его родители. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На Федоровском путепроводе в Караганде машина скорой медицинской помощи попала в аварию. По словам очевидцев, в машину скорой помощи врезался автомобиль Toyota Prado. В результате чего неотложка рухнула на бок. Водители получили медпомощь на месте. В госпитализации не нуждались. В полиции сообщили, что ведется досюдебное производство. По предварительным данным следствия, джип выехал на встречную полосу. В областном управлении здравоохранения сообщили, что врачей в салоне служебной машины не было. Сотрудники областной детской клинической больницы ехали за кровью. В Карагандинской области продолжается республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». На этот раз помощь получили более 130 учеников Октябрьского района Караганды. Данная акция продлится до 30 сентября. Ежегодно в рамках акции «Дорога в школу» оказывается помощь детям и социально незащищенных семей в период подготовки к новому учебному году. На сегодняшний день более 100 учеников уже получили ранцы, канцелярские товары и школьные формы. В преддверии нового учебного года поддержка будет оказана еще нескольким маленьким карагандинцам. Первая акция наша, проводимая отделом образования, прошла на базе 92-й школы. И сегодня второй этап акции проводится на базе Октябрьского района в средней школе номер 36. В данных акциях принимают участие не только индивидуальные предприниматели, а также еще повторюсь, что государственные служащие, депутаты, те люди, которым не безразлична судьба детей. Стоит отметить, что с каждым годом становится все больше людей, которым не безразлична судьба детей. Многие организации на постоянной основе принимают участие в обеспечении школьников необходимыми вещами. Одним из активных спонсоров данной акции является Магрифа Коребекова. В акции «Дорога в школу» она участвует впервые. Педагог по специальности на протяжении долгих лет работает в военной школе и не понаслышке знает все тяготы подготовки к учебному году. В прошлом году в рамках акции помощь была оказана более 3 тысячам детей на общую сумму свыше 12 миллионов в тенге, в том числе за счет спонсоров на сумму 5 миллионов тенге. Сотрудники отдела образования призывают всех неравнодушных людей поддержать нуждающихся и принять участие в благом деле. В Караганде около 10 тысяч человек получили содействие в трудоустройстве с начала года. В Центре занятости населения рассказали о реализациях государственных программ и изменениях, которые нацелены на обеспечение удобства для граждан. Несколькими неделями ранее Центр занятости населения переехал на первый этаж прежнего здания. Ранее он располагался на четвертом этаже, что вызывало неудобства для людей с ограниченными возможностями. Теперь карагандинцы могут получить все необходимые услуги в одном зале. На сегодняшний день Центр занятости Караганды помогает безработным лицам в трудоустройстве и приобретении новых навыков. Все желающие могут пройти бесплатные курсы обучения с выплатой стипендий. Заместитель директора Центра занятости Нуркен Баянов рассказывает, что еженедельный поток посетителей составляет в среднем 100 человек. На сегодняшний день, с начала года, у нас обратилось 12 837 человек. Из них 9 905 человек мы уже оказали в содействии. В 8 тысяч человек мы уже предостроили на постоянные рабочие места. 432 человека мы направили на общественные работы. 837 человек мы направили на переобучение. И 155 человек мы направили на временные социальные рабочие места. И 232 человека мы направили на молодежную практику. Требования работодателя, с которым чаще всего сталкиваются выпускники ВОЗов, это наличие опыта. Чтобы решить проблему с трудоустройством начинающих специалистов, была внедрена программа «Молодежная практика». Так, в течение шести месяцев молодые люди набираются опыта на своем первом рабочем месте. Участниками программы могут стать и те, кто уже сменил не одно рабочее место. Главное условие – отсутствие опыта работы по специальности. Дамир Хасенов – один из тех, кто убедился в эффективности молодежной практики. Сегодня 22-летний выпускник Карагандинского государственного технического университета работает на экспериментальном заводе, где занимается разработкой мебели из металлокаркаса. Дамир – выходец из Восточно-Казахстанской области, но на малую родину возвращаться не планирует. По окончанию практики начинающий инженер по сварке хочет продолжить работу на заводе. Он рад, что программа «Молодежная практика» стала первой ступенью его карьерной лестницы. Она очень полезная в плане того, что дает опыт работы, который так необходим молодым специалистам, которые только закончили университет. Я искал работу, во многих организациях требуется опыт работы от года минимума до пяти лет в среднем. Ежегодно на экспериментальный завод через центр занятости трудоустраиваются около десяти человек. Это и начинающие специалисты, и люди с повышенными потребностями. Есть люди, которые мы очень довольны, есть люди, которые долго не держатся, всякое бывает. В плане того, что госпрограмма – это довольно предприятие выгодно, то, что оплачивает государство в части зарплаты. В принципе, мы довольны. Людям, желающим найти работу, достаточно обратиться в центр занятости и рассказать о профессиональной сфере, в которой они хотят реализовать себя. Дальнейшая работа ложится на плечи сотрудников центра. Это и просмотр вакансий, и поиск обучающих курсов в случае отсутствия у соискателя нужных навыков. Примечательно, что на подобных курсах можно освоить самые разные специальности, такие как электромонтер, автослесарь, швея, кондитер, повар, маляр. Специалисты готовы предложить эти и множество других специальностей, которые пользуются большим спросом на рынке труда. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Здоровье нации – основа успешного будущего Казахстана. В регионе продолжается активная работа по популяризации здорового образа жизни. Более 7 тысяч человек с начала года посетили школу здоровья в одной из поликлиник Караганды. В школе здоровья, функционирующей на базе поликлиники номер 4, ровно 10 лет. За эти годы специалистами медицинского учреждения была проделана огромная работа по популяризации здорового образа жизни среди населения. Научить детей и взрослых относиться к своему здоровью с ответственностью и заботой – главная цель школы здоровья. Здесь делятся секретами долголетия, учат прекрасную половину тонкостям материнства, а также помогают тем, кто на протяжении долгих лет борется с различными распространенными заболеваниями. В КГП поликлиники номер 4 города Караганды имеются школы здоровья, такие как школа сахарного диабета, коронарный клуб, школа бронхиальной астмы, школа поведенческих факторов риска, школа активного долголетия, кабинет здорового ребенка, антитабачный центр, молодежный центр, кабинет подготовки к родам, кабинет планирования семьи. И также имеется школа молодой матери. Занятия в школе проводит специалист поликлиники. Иногда приглашают пульмонологов, кардиологов и врачей общей практики. Работа школ здоровья является важной ступенью реализации государственной программы «Денсаулак». Для ее реализации объединили усилия областное управление здравоохранения и департамент охраны общественного здоровья. «Главная задача школ здоровья – это пропаганда здорового образа жизни. Таким образом, мы стараемся предупредить инфекционные заболевания, повлиять на поведенческие факторы, а также распространить среди населения идею здорового образа жизни». Примечательно, что занятия в школе проводятся бесплатно. С начала текущего года школу здоровья в поликлинике номер 4 посетили более 7 тысяч человек. Это говорит о том, что карагандинцы стали внимательнее следить за своим здоровьем. 18 августа состоится празднование 350-летия Бухаржарау Калкаманулы. В честь знаменательной даты планируется устроить масштабное празднование. Насыщенная программа включает в себя возложение цветов к памятнику Акына, соревнования по национальным видам спорта, а также праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы и звезды казахстанской и зарубежной эстрады. На протяжении всего года в регионе проводились мероприятия различного масштаба, приуроченные к 350-летию Бухаржарау Калкаманулы. В течение года на древней земле сорорки устраивались мероприятия, посвященные Бухаржарау Калкаманулы. Праздничные мероприятия в Корнеевском сельском округе стартуют с 17 августа. В этот день пройдет торжественное открытие спортивных игр. Стартуют соревнования по Кукпару. В субботу 18 августа состоится официальная церемония празднования 350-летия Бухаржарау Калкаманулы. Возложение цветов к памятнику мыслителя и театрализованные представления состоится в первой половине дня. Затем на сцене выступят казахстанские и зарубежные исполнители. В этот же день пройдут соревнования по национальным видам спорта. Во второй половине дня в поселке Бутагара запланирована вечерняя шоу-программа, которая завершится праздничным фейерверком. И еще об одном. В Караганде определили победителей спартакиады по мини-футболу, посвященной памяти Балапана Абенова. В спорткомплексе «Жастар» состоялось закрытие турнира, который длился 4 дня. В торжественной обстановке призеров и победителей наградили кубками и денежными призами. С достижениями футболистов поздравил заместитель Акима Карагандинской области Жан Дос Абишев. В финале турнира столкнулись две сильнейшие команды спартакиады – Караганда и Сарань. В итоге победу одержали карагандинцы. Футбольная команда школы «Жастар» выиграла кубок и крупный денежный приз. Каждый из участников, а также тренер, получили по 100 тысяч тенге. Капитан команды Эльмир Махмадов признался, что победа далась им нелегко. Противники оказались сильными, но карагандинские спортсмены проявили упорство и вырвали победу у команды Сарани. Эльмир рассказывает, что свой приз планируют отдать родителям, как первые заработанные деньги. Очень бешеные эмоции были, особенно в финале. Мы после первенавии проиграли с счетом 1-0, но мы все-таки не сдались, собрались со всеми силами и одержали эту победу счетом 3-2. Были очень хорошие, сильные команды, также Сарань. Не ожидали, конечно, от их такой игры, но они очень хорошо сыграли против нас. Мы выполнили свою задачу, которую поставил нам тренер Миляев Илья Витович. Сказал, у нас задача была в турнире, и мы сделали свою задачу. Наверное, первый день, который я сам заработал, родителям, конечно, отдам. Тренер команды Олег Миляев в победе своих подопечных обрадовался, хотя и заметил, что ребята могли сыграть лучше. Нет, игрой недоволен, результатом недоволен. Должны были получше сыграть, я, конечно, ожидал лучше, но все-таки сказалось напряжение в финальную игру, поэтому ребята маленько волновались. Ну, эмоции положительные, конечно, после победы. На торжественной церемонии награждения призеров с поздравительной речью выступил заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Он назвал похвальным то, что юноши посвящают свое время и силы занятию спортом. Благодарю вас за участие и поздравляю успешным выступлением на первом, открытом предыдущем Акима Карагандинской области. Помену, что Богу посвященную память у наших жителях, высокополимфицированного величия, прекрасного мужа и отца моего учителя и наставника Алапана Павлина. На почетном втором месте расположилась команда «Сарани». Члены команды и тренер удостоились кубка и приза в 75 тысяч тенге каждый. Бронзу турнира завоевали футболисты из Джасказгана. Спортсмены и тренер команды получили по 50 тысяч тенге. Напомним, первенство посвятили памяти Балапана Абенова, который был высококлассным юристом и выполнял функции советника Акима области. В «Спартакяде» приняли участие 17 команд со всего региона, а также команды из Мангиставской области. Стоит отметить, что помимо призеров были награждены и отдельные футболисты по трем номинациям – лучший защитник, лучший нападающий и лучший вратарь. Каждому из них вручили диплом и приз в 50 тысяч тенге. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok